Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов с рабочим визитом посетил Ленинский округ. Больше всего объектов образования мы строим. В Лопатинской школе реализуется проект партии «Единая Россия. Школьная медицина». В разные возрастные периоды дети обследуются различными специалистами. В муниципалитете продолжается месяц чистоты и благоустройства. Хочется и на воздухе побыть, и поработать. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов с рабочим визитом посетил Ленинский городской округ. В числе прочего он проинспектировал ход строительства общеобразовательной школы в ЖК «Южная Бица» и поликлиники вблизи деревни Сопронова. Его сопровождали глава муниципалитета Станислав Катаров и наша съемочная группа. Обходить все 12 тысяч квадратных метров строящейся школы смысла нет. Видно, что на объекте в ЖК «Южная Бица» работа кипит. В настоящий момент здесь задействованы 12 единиц техники и трудится более 180 человек. Председателю Московской областной думы Игорю Брынцалову о ходе строительства и планах на его окончание рассказывают представители застройщика и глава Ленинского городского округа Станислав Катаров. Со всей инфраструктурой, со всем оборудованием поставляется к первому сентября. Коллеги будут здесь встречать детей. Сомнений нет? Нет, сомнений нет, Игорь Ильич. Не случайно первым пунктом рабочей поездки в Ленинский округ председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова стала именно эта школа на 1550 мест. Объект возводится по госпрограмме в рамках президентского проекта «Образование». Всего же в ближайших планах руководства муниципалитета открыть 7 новых учебных заведений. На сегодняшний день, Игорь Ильич, у нас по госпрограммам строится целых 3 школы. Значит, вот эта на 1550, на 1100, в Ермолино на 1350 в Развилке. Соответственно, вот эту школу мы к сентябрю идем. Значит, и еще две школы начала 2025 года, плюс еще четыре школы по внебюджету. Сейчас готовность здания составляет 60%. Внешняя облицовка почти закончена, прокладываются внутренние инженерные коммуникации, начинается отделка помещений. В ЖК «Новая Бица» проживает порядка 10 тысяч человек, и эта школа станет прекрасным подарком детям и их родителям на 1 сентября. Эта область лидер в этом направлении, больше всего объектов образования мы строим. Родителям будет очень радостно видеть, что их дети учатся уже в современных комфортных условиях. Вторым пунктом рабочей поездки Игоря Брынцалова стала поликлиника, которая возводится вблизи деревни Сопронова в рамках национального проекта здравоохранения. Стоимость работ более 3 миллиардов рублей, из них больше половины – средства подмосковного бюджета. Строительство идет с опережением всех сроков предполагаемых. И хочу отметить нашу достаточно тесную работу с застройщиком. Мы на всех этапах и проектирования этой поликлиники с ними все согласовывали. Безусловно, мы ее составляли по всем стандартам необходимым, по СанПИНам последнего времени. В настоящий момент почти завершены монолитные работы, возводятся внутренние стены и перегородки, идет прокладка инженерных сетей. Степень готовности семиэтажного здания – почти 20%. Игорь Брынцалов отметил высокую динамику строительства и пообещал еще раз посетить объект. В следующий раз, когда будет финишная прямая, оценим вместе с вами. И самое главное – проинформировать жителей. Программа успешно реализуется, уже не первый год. Это жители видят, замечают, но все время требуют дальнейших результатов. Мы стоим на месте, достигнув одного, движемся к следующему. Многопрофильное медучреждение на 750 посещений в смену должны открыть в следующем году. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. Школьная медицина – это часть народного проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия». В рамках программы учащиеся могут пройти медосмотр и получить необходимые справки прямо в образовательном учреждении. О том, как проект реализуется в Лопатинской школе, расскажем в нашем следующем сюжете. Лопатинская школа стала первой в округе, на базе которой заработал проект «Школьная медицина». Просторный отдельный блок, расположенный на первом этаже учебного заведения, включает несколько кабинетов для проведения процедур и приема врачей. В медицинском блоке постоянно работает фельдшер первой категории, то есть достаточно квалифицированный фельдшер. Она постоянно здесь находится, проводит вакцинопрофилактику детям и подготовку к профилактическому осмотру. Возможность пройти профосмотр прямо в школе – главное преимущество проекта. В медблок по графику приезжает бригада узких специалистов – невролог, окулист, отоларинголог, эндокринолог, стоматолог. Школьники могут дать анализы, сделать ЭКГ и УЗИ-диагностику. Никаких очередей. Дети разделены по возрастным группам. В разные возрастные периоды дети обследуются различными специалистами. Например, есть возраста – это 8, 9, 11 и 12 лет, когда дети обследуются только стоматологом-педиатром. Другие декретированные так называемые возраста дети обследуются различными специалистами. В медицинском блоке также можно получить справки, необходимые для спортивных секций. Наша школа стала пилотной площадкой в реализации проекта «Школьная медицина», и мы поняли, насколько это удобно. Дело в том, что мы находимся в рабочем поселке, и в шаговой доступности поликлиники нет. И вот этот проект позволил родителям решать проблемы, связанные со здоровьем детей, скажем так, гораздо быстрее и удобнее. Они экономят время, они экономят силы. Вся информация о состоянии здоровья юных пациентов автоматически заносится в их персональные электронные карты, подключенные к единой медицинско-информационно-аналитической системе Московской области. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Первый заместитель главы Ленинского городского округа Владимир Иванов и представители профильных служб муниципалитета побывали в микрорайоне «Зелёные аллеи». Местное население было обеспокоено проводимыми работами по прокладке коммуникаций и возведению фундамента под автомойку напротив дома номер 6. С просьбами разобраться в ситуации жители обратились в администрацию округа. Жители вот этого дома в окна увидели, что здесь приехала техника, сотрудники подрядной организации, которые начали рыть траншею к участку, где находится мойка. Соответственно, зная то, что эта мойка построена незаконно, они начинают поднимать панику, с какой целью происходят эти работы. Подошли, узнали, они сказали, что рабочие просто сказали, что мы прокладываем трубу. Пришел их бригадир, сказал, что мы делаем ремонтные работы. Жители обратились с тем, что здесь проводились работы по подключению объекта, предлежащей ООО «Монолит» к сетям водоснабжения и водоотведения по договору техпресса. Но в связи с тем, что выяснилось, что у данной организации отсутствует разрешение на строительство, все работы на данный момент приостановлены до получения им разрешительной документации. Выяснилось, что данное сооружение было построено без разрешения. Кроме того, его владельцы пытались нелегально подключить его к сетям водоснабжения. Пока я не увижу, что им разрешено возводить что-то, никакого смысла присоединения нет. Поэтому я сейчас попросил, как раз это будет поучительная история, для того, чтобы коллеги сейчас всю эту историю засыпали. Ладно? Не своими силами. У нас все так сейчас достаточно работы по городу. По поручению Владимира Иванова все работы были остановлены, ордер отозван, траншеи закопаны, компенсационное благоустройство собственник автомойки проведет за свой счет. В муниципалитете продолжается месяц чистоты и благоустройства. Каждые выходные на помощь коммунальщикам приходят и местные жители. На одном из субботников побывала наша съемочная группа. Мода на чистоту набирает в последнее время большие обороты. Вот и на субботнике, на Жуковском проезде, где планируется разместить вторую часть сквера Сосинки, собралось немало поклонников этого экологического тренда. На улицы вышли и простые граждане, и те, кто круглый год делают город и округ чистыми и комфортными. Так, на субботник вышли более 20 сотрудников МБУ благоустройства. Для сложных работ задействовали 7 единиц техники. В ходе обхода территории было высказано пожелание все-таки сухостой спилить и из данного оврага его удалить, чем мы в первую очередь занимаемся. Ну а вторая уже очередь работы – это уже почистить овраг, потому что мы видим здесь очень много мусора. Любой желающий мог выбрать занятие по душе, с собой не надо было ничего приносить. Грабли, лопаты, перчатки, ведра предоставлялись организаторами. Вооружившись мешками для мусора, коммунальщики и активные жители меньше чем за два часа собрали массу бутылок, целлофана, пластиковых пакетов. Итог – десятки переполненных мешков. Я активный житель Городовидная, и мы каждый год выходим на субботники, причем как весной, так и осенью, и можем на внеочередные выйти. – Хочется и на воздухе побыть, и поработать, помочь своему как бы многострадальному вот этому скверику преобразиться. Не остались в стороне и местные депутаты, которые были на территории уже с самого раннего утра. – Ну я хотел поблагодарить, конечно, жителей. Дело в том, что они очень хорошо откликнулись на призыв принять участие в субботнике именно около своего дома, именно в дома, которые прилегают к парку «Сосинки». Пополнить ряды неравнодушных жителей может, конечно, каждый. Общеобластной субботник запланирован на 27 апреля. Екатерина Коваленко, Алексей Астафуров, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Сотрудники Ленинского отдела вне ведомственной охраны главного управления Росгвардии по Московской области задержали 31-летнего уроженца Камчатского края, который украл из сетевого гипермаркета дорогостоящие технические устройства. Росгвардейцы прибыли по сигналу срабатывания кнопки тревожной сигнализации. На месте они выяснили, что неизвестный гражданин пытался покинуть торговую точку с неоплаченными товарами, с которых снял антикражные датчики и сложил оборудование в рюкзак. Направляясь к выходу, он был задержан росгвардейцами. Стражи порядка доставили злоумышленника в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В Московском региональном социально-экономическом институте прошла лекция о донорстве для студентов. Кто может стать донором, как подготовиться к этой процедуре и через сколько кровь попадет к рецепиенту, узнала Олеся Мордвинова. На встрече с медиками студентам Московского регионального социального и экономического института рассказали, что донором может стать любой здоровый совершеннолетний гражданин Российской Федерации. Для начала проводится полное медицинское обследование здоровья и лабораторное исследование крови. Ему исполняется 18 лет. Он, собственно говоря, приходит к врачу и говорит, вот такой здоровый есть я. Я бы хотел здесь сделать в жизни доброе дело – спасти три жизни. Перед назначенным днем необходимо соблюдать диету, не употреблять острое, соленое, ограничить алкоголь и курение за 48 часов и хорошо выспаться. После донации стоит поесть и отдохнуть. Длительность процедуры, если мы говорим об обычной сдаче крови, то это 15 минут. Важно помнить, что прежде чем кровь спасет человеческую жизнь, она попадает на карантин сроком на 4 месяца. Такой длительный путь говорит о ценности донорства. Делать добром, быть донором помогает многих людей, а может быть спасает жизнь в первую очередь. Это самое главное. Кровь сдавать можно раз в два месяца, но есть и ограничения. Для женщин – 4 раза в год, для мужчин – 5. Для нуждающихся в переливании крови, конечно, это важно, потому что нужна всегда кровь для людей, которые пострадали от чего-то. Конечно, это важно. Считается, что для нормального обеспечения кровью и ее компонентами всех больных необходимо не менее 40 доноров на 1000 человек. Именно поэтому важно рассказывать населению о ценности донорской крови. Самое важное – это доносить информацию до наших граждан о том, насколько важно стать донором как можно раньше и помогать другим людям тем, что ты можешь сделать. Но как минимум внести вот эту небольшую лепту, так сказать, свою, для того, чтобы помочь нашей нации. Для популяризации донорства используются различные методы социальной поддержки. Денежные выплаты за донации или присвоение звания «Почетный донор России». А в день сдачи крови и ее компонентов донор получает два выходных дня с сохранением среднего заработка. Олеся Мордвинова, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В библиотеке номер два состоялось мероприятие, посвященное Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Ученики из видновской школы номер 10 встретились с любовью Платоновой, которая лично прошла сквозь ужасы фашистского концлагеря. Более подробно расскажет наш корреспондент Юлия Стаферова. Биография людей, которые выжили в фашистских концлагерях, это настоящий пример мужества для подрастающего поколения. Для того, чтобы сохранить память о тех страшных событиях, Совет ветеранов Ленинского округа совместно с библиотекой Назавидной регулярно устраивают встречи с теми, кто на себе испытал весь ужас войны. Часто приглашаем детей на встречи с афганцем. У нас была встреча с участниками СВО, стараемся, с блокадницами. У нас две блокадницы были в этом году, приходили. Нам очень важно донести до детей весь этот страх, всю эту боль войны. В первую очередь направление нашей работы Совета ветеранов в настоящее время это военно-патриотическое воспитание. Разумеется, в рамках военно-патриотического воспитания это рассказы о прошлом. И разумеется, чтобы дети, во-первых, увидели вживую ветеранов, которые сейчас находятся с ними рядом. В этот раз на встречу приехала бывшая малолетняя узница фашистского концлагеря Любовь Платонова. Она рассказала ребятам, что ей пришлось пережить. Любовь Ивановна не только говорит о своей тяжелой судьбе, но и в целях сохранения памяти о тех ужасных годах добилась, чтобы на Аллее Славы установили памятник детям, узникам фашистских концлагерей. Так как я дружила с художниками и скульпторами, я нашла замечательного скульптора, который практически только взял за материал, за работу он не брал денег. И администрация согласилась на памятник. И сейчас памятник стоит. Памятник, как все говорят, замечательный. Мы проводим все мероприятия. У нашего памятника. Ученики были потрясены рассказом Любови Ивановны. Для них эта встреча получилась познавательной. Я думаю, им очень нужно помогать, если они в этом нуждаются. Побольше проводить мероприятия, чтобы они как раз делились своими рассказами. Чтобы люди знали об этом, что есть такие люди. Чтобы гордились ими. Во время мероприятия ребята задавали много вопросов. А в конце вручили героине подарок. Юлия Астафёрова, Алексей Астафуров, Гульнара Балаева, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин